Пакуль назвать Гомишину лидером у развития агро-экотуризма довольно складанно. На территории области находится только кожная 12-я зарегистрованная в Беларуси сядьба. Когда мерковать по официальных справоздачах, не вельми высокими заявляются и прибытки от их деяности. По выниках минулого года у сядьним кожная агро-сядьба отремала доход у померы у всего 5 тысяч рублей. А тому великая надея зараз на 365-й указ президента, який поширает сферу деяности для сельского бизнеса. С 12 января, когда вступит указ, субъекты агро-экотуризма смогут проводить различные мероприятия, банкеты, свадьбы, корпоративы, предоставление услуг бань, душевых, катание на гужевом транспорте и многое-многое другое. Обращая веселье и банкеты, владельники агро-сядьб теперь смогут проводить еще и платные фестивали. Хотя полные обмежевания все-таки застаются, агро-сядьбы могут прорисовать только по наявных разликах, что робить практически немогчимым проведение тех же корпоративов, предприемствами и организациями и еще одна проблема – отсутствие интернету на шматых сельских территориях. По подликах самих уладельников сядьб, по этой причине они страчиваются до 70% потенциальных туристов. Сучастные технологии – это не только максимальность оперативного отримания любой информации, они дозволяют обыходиться так само без профессийных перекладчиков, что особливо важно при приеме замежных отпочивающих. Сейчас же век продвинутых технологий, и если нужно непонятное слово всегда можно найти и в телефоне в том числе. Главное, чтобы был интернет, главное, чтобы была хорошая связь, главное, чтобы было желание друг друга понимать. У гэты дни у агро-сядьбых не шматлюдна, а ле охотка все изменится. На новогодние и калядные святы сюда приедут гости не только из Беларуси и России, а ле и Германии, Италии, Китая, США, Великобритании. Что привабливает туристов у темнику замежных у агро-сядьбы? Наша природа, наша культура и наша кухня. То есть колдуны, ци бульба непосредственно с печи, что может быть больше смачно. Ось приемно есть. Для приготовления национальных страв у агро-сядьбых плануют притягнуть профессийных поваров, а прича того для проведения мероприемцев запросить аниматоров и местовые самодельные коллективы, которые выполняют старожитные обрады. Хоть и тут есть одна околичность, процедура с упростойницей с наемными работниками довольно складанная, что не соденнейшая до датковой упростой занятости насильництва. Люди привыкли к тому, что я пришел к работодателю, работодатель все вопросы закрыл. То есть человек не просто он за себя должен будет платить какие-то налоги, о том, что он должен делать отчисления в фонд соцзащиты, в отчисления в страховые фонды, в пенсионные фонды. Обычный гражданин не будет каждый месяц этому уделять определенный объем времени. Пропановы и проблемы, огученные подчас проведения координационных советов, будут проанализованы областным управлением по спорту и туризму. Выникам этой работы станет подритоком методичных рекомендаций для владельников Агросиадиб. Их выдание заплановано как в электронном, так и в дуркованном вариантах. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадо-компания «Гомель», Реческий район.